Приветствую, я Татьяна Фомичева, автор проекта Кристаллософия. И сегодня мы поговорим про садолит. Садолит это чаще всего вот такой синий с белыми прожилками камень, с темными пятнами, но на самом деле он может быть даже розовым и красноватым и зеленоватым. Но в магазинах чаще всего именно синенькие садолиты, и если это шарик, то это действительно вот такая планета, самая натуральная, с облачками, с водным миром. Так вот садолит. Садолит это камень, который позволяет отгармонизировать многие сферы своей жизни, в том числе и пищеварение. Так как это камень, содержащий по сути дела соду, то наилучшая помощь от него это понижение кислотности. Именно все изжоги и все проблемы с пищеварением, все острые состояния в пищеварительной системе садолит способен отгармонизировать. Садолит также очень хороший камень для нервной системы, для того, чтобы созерцать вот эти разводы и смотреть как на небо или как на планету, или как на облака, которые бегут по дневному или ночному небу, очень успокаивает это общение, по сути дела, с небесной природой. Особенно тем, кто мало бывает на свежем воздухе, кто не поднимает глаза к небу, кто не смотрит на облака. Вот этот камень дает такое вот облегчение и приглашает посмотреть действительно в небеса. И неспроста. Потому что этот камень открывает третий глаз, помогает развитию ясновидения и реально помогает вашему зрению. Поэтому, если у вас есть какие-то воспалительные заболевания глаз, садолит камень для вас. Для этого достаточно иметь два камешка и этими камешками или их накладывать на глаза, слегка подогрев, чтобы было комфортно, или водить у висков и представлять, что луч от камешка к камешку проходит через линию ваших глаз. Этот камень также помогает успокоить головную боль. И для этого его точно также применяют, прикладывая к месту локализации боли или же с двух сторон пропуская его синюю вибрацию сквозь голову от камешка к камешку. Поэтому он помогает мигреням на самом деле. Особенно помогает тем мигреням, которые из-за интоксикации организма. То есть, когда пищеварительная система не справляется и интоксикация организма дает головные боли. Он также понижает давление. И он помогает успокоиться во время нервных приступов. Достаточно начать на него смотреть. Этот камешек подходит всем. Противопоказаний нет. Он очень поможет вашему ребенку учиться в школе и запоминать. И получать интеллектуальную информацию. И нормально, так сказать, аналитически ее складировать в своей голове. Он также поможет тогда, когда есть какие-то наружные острые состояния на вашем теле. Экземы, аллергии, какие-то воспаления. И тогда вам надо этот камень довести до состояния температуры тела и прикладывать на эти области. Если это место у вас температурит, то тогда можно прикладывать садолит холодный. Хочу сразу обратить ваше внимание, что садолит достаточно хрупкий камень. И при частом использовании, особенно если вы его часто замачиваете, то там, где у него белые прожилки, он может расколоться и начать крошиться. Поэтому всегда на короткое время кладите его в воду, если вы это делаете. Пить воду с него я не рекомендую. Прямым образом, косвенным можно. Но все равно он будет лежать у вас в минимальном количестве воды и маленькое время, короткое время. Этот камень подходит как талисман и как... Вот я даже не знаю, как выразить. Как тот, кто отводит грозу в вашем доме. Если у вас в доме бывают какие-то крутые разборки, если у вас есть люди, которые реактивные, которые быстро заводятся, которые раздражаются, вот тогда в центре вашей комнаты, там, где собираются все члены семьи, достаточно иметь один или вот такое сердечко, или вот такой шарик, камешек, на котором можно фокусировать взгляд, который лежит в центре комнаты, виден всем и доступен для прикосновения глазами. И это была Татьяна Фомичева, автор проекта «Кристаллософия». Татьяна Фомичева 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 Продолжение следует...